всем привет добро пожаловать на канал талия 60 меня зовут наталья и сегодня я снимаю видео ну можно сказать такие под итог такой за полгода все что я на вышивала за полгода но сразу хочу оговориться что я не буду показывать начатые работы незаконченные работы потому что их вы еще увидите и я не вижу смысла их показывать их достаточно много как мне кажется вот я не вижу смысла их показывать 10 раз короче поэтому я покажу только готовые работы за полгода так и первая работа с которой я начну у меня кстати оказалось их не так много не знаю может быть потому что я много отвлекалась на шитье но не то чтобы очень много но периодически отвлекалась на шитье но мне кажется что раньше я вышивала гораздо больше и продуктивнее но сейчас как-то так не знаю почему может быть такой период ну да ладно мы же не гонимся за какими-то результатами результаты сама есть я этому рады так первая работа которую я вышла и оформила в 2022 году это вот такая вот прекрасная работа рождественская конечно же от джаз нэн мне вообще сорвало крышу на джаз нэн в основном до в начале года чуть-чуть в конце прошлого года и в январе и в декабре я покупал много схем я просто влюбилась в этого производителя хотя раньше довольно спокойно к нему относилась вот и я вышла вот этого вот это прелестного мишку ну для меня это работа с мишкой вышивала по схеме то есть у меня была оригинальная схема это не подбор ну все равно нитки нужно было докупать все как обычно вот и мне кажется что лучше этого оформления для этой работы просто не придумать потому что здесь очень классно все сочетается такая вот зеленая рама бархатная такой вот паспорту мне очень повезло что подобрались такие классные ну такое классное оформление прям вот я пришла и очень очень быстро выбрала было были скидки и вот так здорово оформилась немножко запылилась у меня работа ну ничего страшного вышивалась она легко здесь все очень просто быстро ну просто вообще конечно шикарная работа она такая атмосферная ну и гвоздь программы здесь конечно этот мишка мой такой милый классный еще у этой ну как бы на обложке этой схемы был еще маячок вот с таким же мишкой из красной кисточкой безумно красивый возможно я его когда-нибудь вышью вот такая вот классная работа первое а так следующая я уже прям стопроцентно не помню в какой хронологии поэтому примерно буду вам показывать это вот этот сэмплер просто потрясающе красивый сэмплер он у меня тоже вышелся и я его оформила он уже давно висит на стене и вы могли его видеть вот конечно это сэмплер нежнейший просто нежнейший и здесь у нас главный герой это вот такой вот амурчик с птичкой это прям прелесть конечно что-то я тут заменяла вот эти ключи до ключи вышивались вышиваться немножко рыжеват коричневым таким цветом я вышла золотым креником винтажный такой винтажное золото потому что этот золотой креник здесь по сути используется только вот в этих вот завитушках я подумала почему чего ему пропадать зря и вышла вот ключики тоже этим креником такие ангелочки здесь кстати у ангелочков тоже используется креник но совсем не видно как он блестит иногда с определенного ракурса видно как он блестит на честно вам сказать можно было бы совершенно спокойно так вот вот видите немножечко по блестке вот можно было бы совершенно спокойно обойтись и без него потому что его почти не видно он тут в бленд ну короче здесь бленд идет ну и конечно вот эти сердечки конфетки это прям невозможно не влюбиться в эту милоту очень приятно он вышивался довольно просто ну насколько я помню я с ним не мучилась вот сердечки прям мимимишные и кстати у меня есть вот такие розовые сердечки я хочу до бисер тоже остался вот этот вот кстати вышить эту работу подбором вообще нефиг делать извините за выражение единственное что если где-то найти вот этого ангелочка разве что вот сердечки можно только ну например розовые пишите да потому что трудно будет найти все цвета но у меня есть вот такие похожие розовые и тоже было бы прикольно смотрелось бы в принципе вот и я хочу продать схему правда не знаю пока когда и тому кто купит я наверно отсыплю похожих вот таких желтых сердечек может быть кто-то захочет да здесь еще используется нитка перли вот здесь вот ой такая красота вообще и вот висит у меня на стене я считаю оформление тоже очень удачная по цветам вообще вот эти две работы они у меня так спонтанно причем оформились и удачно и недорого вообще было просто очень рада и быстро все подобралось то есть я прям пришла в багетку очень быстро подобрала эти рамы так дальше еще одна работа от жас нэн у меня год вообще был очень активный начале вышивался джас нэн у меня активно это вот такой вот квилтинг бир называется сюжет я его тоже оформила уже очень легкий вообще вышивается на раз-два это у меня подбор то есть предыдущие две работы вышивала по оригинальным схемам с материалами а здесь у меня подбор мишку я покупала отдельно золотой креник у меня был золотой бисер у меня был поэтому никакого труда мне не составила вы что здесь вот еще используется по краю перле но ее вполне можно заменить и на обыкновенную белую нитку вообще не проблема я думаю это не сильно важно здесь у меня оформление такое чуть мягенькая я сюда добавляла просто квадратик такой пухлый мне показалось что будет прикольно если работа будет немножко вот такая вот объемная грамм очка это вообще не знаю за 70 рублей за 50 или купила в фикс прайс мне кажется она отлично подходит единственное на что я бы может быть еще раскрасила вот эти цветочки или и листочки тоже будет вообще супер мило мне кажется ну когда-нибудь можете рассказать сейчас пока мне руки не доходят до этого но это прям вообще такая миленькая работа на я ее просто обожаю просто обожаю классная вообще хотела ее в какую-то подушечку оформить с кисточкой но мне так понравилось это рамка я подумала пускай и так будет может когда нибудь я переоформил сюда поставлю сюда так следующая работа так следующая работа вспомнить бы что было следующее ладно давайте я так пойду уже примерно я увидела в инстаграме не помню у кого короче пасхальные яйца дело шло к пасхе и вот что я вышла такие смешные яйца немножко мне пришлось с ними повозиться но это крикет collection кстати вот вышел всего три штучки у меня было вот это вот сиреневая очень красивая основа от равномерки на траве у меня были вот такие пуговицы как-то я их на авито давно покупала я думаю ну чего лежат они все без дела дайте-ка я вышью и оформила в такие пинки пчики здесь у меня ленточки короче ну просто полная это подбор кстати просто все из головы брала здесь такой кординг из ниток здесь у нас от корзинка идет с яйцами вот я их подвешивала на пасху на своем столе вот так вот здесь у меня просто моно нить и мне очень нравится подвешивать такие вещицы на моно нить потому что ее не видно и ощущение что они парят в воздухе и вот такие вот анютина глазки очень красивая пуговица вообще классно вот вдохновилась я анютиными глазками и через какое-то время я вышла вот такую вот прелестную вещицу это тоже джас нэм это подбор я покажу сразу две и бабочку ну вот пины я тоже делала сама самостоятельно по моему получилось очень здорово такой вот ромбик ой-ой пирамидка точнее такие вот две пирамидки и вообще этих пирамидок достаточно много я буду вышивать еще потому что мне безумно понравилось это с бабочками очень легко вышивалась я кстати мне очень нравится в такие вещицы на дно подкладывать что-то тяжеленькое там какую-нибудь шайбочку гайку за счет этого очень приятно держать работу в руках но к сожалению здесь и здесь у меня не было совсем таких вот ну чтобы был маленькая но тяжелое что-то и они у меня получились ну вот это потяжелее а это такая полегче хотя я сюда все внутри гайки маленькие положила но они не очень тяжелым вот вот и это я к чему говорю что я на днях заходила в хозяйственный магазин там продают всякие гвозди шурупы в общем все вот эта ерунда вот я подошла и говорю а можно мне говорю какую-то гайку ну небольшую но чтобы она была тяжелая у меня продавец ну мужчина там он так на меня посмотрел как она сумасшедшая и он мне показывает а гру нет дайте мне побольше и он не дает гайку такую тяжеленькую отлично я уже покупала там тоже на меня смотрели как на ненормальную выдайте мне штук десять я вот этим пакетом гаек и он меня смотрят и одну неужели непонятно что гайки можно использовать не только по назначению вот ну в общем вот так конечно смешно очень получилось но теперь у меня целый пакет гаек и я могу спокойненько вышивать остальные прикладнушки от just now так следующая работа сейчас которую я покажу да пусть это будет вот такой вот мишка как я мечтала его вышить это вообще я прямо мечтала мечтала и он оказался очень непростым как я думала думаю будет гораздо проще вышиваться и все-таки я его осилила но он конечно безумно классный такой милый такой классный вообще просто любовь любовь а мишек я очень люблю если вы знаете ну мне кажется и понятно вот мишка вот мишка там тоже на новогоднем сюжете мишка это этот медведь от dmc но его практически нереально найти схема мне просто повезло со схемой но я не делюсь этой схемы я сразу предупреждаю потому что я обещала человеку который сама поделился никому не давать эту схему вот поэтому извините ноги у меня спрашивали но я сдержу свое обещание вот короче говоря смотрите это мишка и это маленькие мишки вокруг него короче все просто настолько мишково что это такая милота вообще классная очень работаете пуговички у меня было ой у меня была только схема это не очень хорошего качества и вот эти вот мишки вышивались просто адски не просто ну совсем они не простые хотя вот кажется да казалось бы но и тут тоже в самой вот голове и здесь везде такая мешанина здесь просто мешанина из коричневых цветов поэтому у меня здесь немножко такие кривоватые крестики но ну прям шахматка идет к вышивалась конечно не очень прикольно но результат определенно того стоил у меня вообще в планах еще много мишек подобного ну таких подобных но они такие милые я просто не знаю вообще изначально я кстати хотела вышивать на сороковом каунте потому что я видела выше там на сороковом каунте это очень здорово смотрелась на такой маленький но я рада что я вышла в итоге на 32 это по моему потому что я бы свихнулась просто делать вот этих вот медвежат маленьких на сороковом каунте я не представляю как он как бы я справилась вот здесь также вот видите вот эти лэзи-дэйзи веточки такие ну короче говоря тут есть на чем потрудиться но результат определенно того стоит классный я очень рада что я его вышла остальные мишки вроде не такие сложные кто знает кто знает так следующая работа который я начала не помню уже когда по моему осенью и решила ее и закончить это вот такая вот портрет девушки в общем такая девушка по мотивам ну по картине амадео модельянием и это у нас рта но это знаменитые девушки вот эти вот странные такие страшненькие но прикольные супер простая работа вообще здесь даже не знаю что сказать она очень очень легко вышивается почти нет бэкстича здесь вот чуть-чуть буквально ну правда цвета конечно таки немного можно сказать милой но мне нравится результат быстро вышивалась приятно вышивала прямо на конвее ничего не стала менять супер вообще такая она классная мне кажется это очень добрая женщина такая трогательная вот остальные уже не такие а это она прям такая вот кто-то мне писал что это ахматова или цветаева короче ребят тоже не помню вот такая работа у меня вышивалась потом у меня вышилась безумно красивая работа от джаз нэн тоже вот такая красота это у нас 7 синтия сэмплер нижней а я вам вверх ногами показу это просто нежнейшая работа когда-то давно когда я увидела и впервые я подумал не ну но это нереально собрать сюда материалы здесь какие-то еще эти шовчики мне кажется это вообще невозможно выше тем более подбором но оказалось что подбором вышить очень легко правда если вы найдете все материалы ну вот такие сердечки перламутровые в принципе не супер сложно найти вот хорошо согласно может быть вот эту нитку которая вот эта полосочка вышивается это шелк waterlilis по моему ее может быть ну ее можно все равно заменить я думаю сейчас очень многие девчонки красят основу и красят нитки очень здорово и можно попросить чтобы вам покрасили можно самостоятельно кстати покрасить взять просто такую молочную цвета нитку с и розовым подкрасть ну короче выкрутиться все равно можно я думаю очень интересный сэмплер и просто безумно нежный здесь также используются вот перли я несколько оттенков розочки конечно прям вообще обалденный бисер также можно взять бисер милхил или бисер тоха такой вот тоже такого молочного цвета часто у джас нэн этот бисер в разных работах используется вот здесь кстати розочки эти цветочки немножко было непросто вышивать но в целом ну и не супер сложно вот мне очень нравится вот эти вот два ряда вот этот и вот этот видите здесь тоже такой бисер розоватый используется прикольные швы такие вот этот вообще так классно смотрится дальше идет надпись глазки вот эти по-моему это не алжирский глазок уже не помню как называется этот шов но он тоже очень прикольный вот этот ряд посмотрите какой он вообще красота вот сиреневые розовые вот эти вот такие мятные оттенки ну это такая нежность вообще обалденная работа ну я кстати не часто встречаю чтобы ее вышивали но она безусловно стоит того чтобы ее вышивать очень красивая может быть когда-то я ее оформлю не знаю когда но мне бы хотелось вообще люблю так сэмплеры так следующая работа которую я вышивала пусть это будут вот такие две работы парные швала их то ли в мае то ли в июне сейчас уже не помню первое я вышла вот эту эту подбор значит это у нас шепардс буш есть у них серия таких вот сэмплеров там с травами с цветами какими-то вот это это центре назывался арбор какие-то травы в общем короче какие-то полевые цветочки здесь здесь кстати вот сбоку есть их название которые я долго не могла как понять как вышить потому что не очень схема была качественно ну классно здесь во всех этих сэмплеров такие вот шовчики интересные используются вот и я вышивала на 32 каунте в одну нить по ключу идет в две но мне хотелось чтобы он был вот такой вот как будто выцвел немножко устаревший вот так же здесь использовалась перли а я кстати тут экспериментировала и брала даже я брала и перли от dmc и также я брала по моему нитки вот здесь вот видно ведь они такие более толстенькие гамма нитки ирис гамма и смотрите как здорово получаются то есть принципе можно ими заменить восьмерку от dmc перле ой такой миленький вообще классный семплер легко вышивался и конечно я бы хотела их все вышить есть еще с колокольчиками обалденный просто с колокольчиками там голубые такие голубо-зеленые оттенки я его тоже хочу вышить ну не знаю правда когда но он как бы следующий на очереди можно так сказать так и второй тоже из этой серии вот такой вот вайлец но я так понимаю это анютины глазки наверное и здесь я впервые попробовала мережку я считаю у меня вышло неплохо классно вообще посмотрите вот эти вот стежки такие они такой нежности придут работе я ее тоже вот эти вот классные такие цветочки я ее эту работу тоже вышивала в одну нить хотя написано вышивать в 2 но тут почти все стежки надо только вот здесь вот крестики крестиков прям совсем немного классная работа я кстати хотела вот сюда добавить еще бисеринки видимо мне уже было лень и я так и не добавил в том числе здесь я использовала гамму вот ирис видите вот здесь по моему ну и ничего смотрится неплохо вот такие вот милые нежные семплеры это была весна и меня очень сильно тянуло на все такое супер мими-мишная прям такое прозрачное пастельных цветов все так дальше мишка мишка которая просто мими-мишка она такая хорошенькая это старый-старый набор но у меня не набор у меня здесь подбор в общем существует где-то еще скорее всего существует на ebay можно купить если сильно охотиться короче говоря вот эту вот мишку от мелхилл очень старый наборчик но я увидела у катя катерина стич и она со мной поделилась схемой схему можно найти в контакте вот поэтому тоже многие спрашивали цит на это мишка наделал столько шума меня очень многие спрашивали просили схему вот ну и сейчас ее в контакте вы можете найти без труда значит и что я хотела сказать я как я вышивала эту работу я покрасила основу сама дальше заказала ну нитки по ключу понятно заказала бисер по ключу на шелковой нити каков-то бисера мне не хватило по вот этого красного пришлось до заказывать пуговица тоже шелковой нити и она просто обалденная в оригинале используется пуговица у которой с двух сторон крылышки ну ее не было я взяла такое тоже классно выглядит вот здесь такие цветочки все работа вышивается несложно но и не так просто как кажется на первый взгляд но это вот лично мне так показался я думал ой что-то вышивать вообще ерунда ну нет есть какие-то моментики ну просто надо внимательно быть и все очень очень милая работа просто милейшая обалденная тоже очень хотела бы вот мил хилл и точно хочу все оформлять и прям всю стену завесить ими это будет вообще не знаю нереально красота вот мил хилл обожаю так следующая работа которая вышла а показываю в прошлом видео я так рада я опять на нее смотрю думаю как я рада что я ее закончил ну в общем сэмплер медовый знаменитый сэмплеж сэнди ортон вот он какой по нему тоже долго наверное нет смысла что-то рассказывать потому что в прошлом видео я все подробно уже о нем рассказала эта работа непростая но интересная и результат безусловно стоит того просто вообще красота полюбуйтесь еще раз вместе со мной все они влезают в кадр вот так отодвину очень красивая работа и как сказать для нее нужен какой-то настрой я просто настроилась я понимала что это сложно я настроилась и у меня очень хорошо она пошла и с сэмплером rose garden то же самое было я просто настроилась на то что это будет непросто в итоге оказалось не так сложно вот так вот готовилась к худшему и получилось как-то нормально вот мне кажется такие работы важно вышивать под что-то очень интересно и увлекательно тогда ты увлекаешься и дело идет прям отлично отлично и прекрасно вот такая вот работа красота так и покажу последнюю работу это тоже подбор такая вот котейка классная тоже милая милая тоже покрасила основу сама чаем так же как и в работе с мишкой здесь в оригинале идет пуговицы синего цвета но я взяла такой зеленый потому что синие не было на сайте тоже шелковая нить все покупала мне не хватило синего бисера потому что надо было больше брать то есть если вы захотите вышивать эту работу подбором кто берите два пакетика синего бисера на сайте шелковая нить то есть они придут просто продают по 100 штук значит надо брать 200 потому что он здесь используется не только вот так вокруг а еще и здесь и вот и вот в общем такая красота рыбки такие прикольные они вообще кстати на превью они какие-то другие вот они в жизни получаются ярче такие классные вообще очень миленький такой сэмплер очень миленький и сюда я еще советую если будете вышивать и добавьте золотую нить будет очень здорово но мне уже было лень я не додумалась короче потом перешивать не хотелось вот ну просто смотрите какая милота очень классная работа и я вот как поняла что можно вышивать подбором старый мелхилл если есть возможность купить пуговицу найти пуговицу то вообще не вопрос как вы видите вышить да дальше где-то можно что-то заменить может быть пуговица будет не прям сто процентов такая же как на превью ну и результат как вы понимаете от этого хуже не становится зато на и сердечко классно сочетается с рыбками вот ну и что давайте подведем какой-то итог сколько всего работ я вышла за эти полгода так раз два три пять шесть яйца я буду считать как одну работу 7 8 9 10 11 12 13 13 14 ну вот эти малыши конечно это такое может быть не супер серьезно но в любом случае 14 работ за полгода нормально пойдет вот напишите мне пожалуйста что вы думаете как вы считаете много я вышла или мало потому что мне все-таки кажется и раньше вышивала больше вот и работа у меня стали такие более маленькие ну не знаю я даже думала снимать или не снимать это видео потому что мне казалось что я ничего такого вам особенного не покажу вот но все равно и такие видео с итогами всегда интересно смотреть еще раз полюбоваться готовыми работами это всегда приятно ну как я уже сказала начатые какие-то работы я не буду показывать я их покажу лучше вам уже готовыми мне кажется так будет интереснее но это лично мое мнение все на этом я с вами буду прощаться спасибо вам за внимание пишите какая работа вам понравилась больше всего вот прям ваш любимчик из всех какая вам понравилась мне будет очень очень интересно не забывайте подписываться ставь ставить лайки спасибо за просмотры и до встречи в следующих видео всем пока